так у нас кода от TAVIA TUR 1.9 TDI. это неважно. у нас сейчас задача шелестит подшипник шкива компрессора кондиционера. так уже получилось что у меня снят ремень генератора и к нему есть доступ. я просто меняю ремень ГРМ. поэтому все разобрал. и сейчас покажу что обнаружено. смотрите вот этот шкив. сейчас покажу как я все это делал. вот так он шелестит. было принято решение или смазать. как минимум смазать. слишком велик шелест. сухой. есть небольшой люфт. но мне кажется он не критичный. но шелестит прилично. поэтому я принял решение все-таки разобрать и посмотреть. и сейчас все покажу. как снять эту мопту нужно открутить вот эту гайку. для того чтобы открутить нужно зафиксировать не вот это. а вот эту часть зафиксировать. зафиксировать можно например вот я подобрал это ключ от болгарки. у меня вот есть еще такой ключ. это для съемника сцепления на скутере. на мототехнике можно снимать. значит от большой болгарки чуть-чуть не подходит. вот я вставляю и на пол миллиметра не вставляется. но ничего страшного. поставил на наковальню и кувалдочкой просто стукнул один раз. и все. теперь он сюда подходит. вот так. значит завожу сюда. ставлю. ставлю и упираю в шкив. и вставляю ключ на 14. вот так. ну вот как то так. и я уже сорвал очень усилие небольшое. оторвал. ну в прямом смысле небольшое. совсем практически без усилия открутился. открутилась гайка. ну и все. теперь ее можно открутить уже вручную. все. это открутили. вынимаем вот эту часть. смотрите я вообще без... она туда-сюда ходит. там видимо на шлицах выходит не полностью. сейчас я небольшим расшатыванием снял. ну собственно все. кроме того что вот здесь здесь еще там дальше могут быть регулировочные шайбы. обратите на это внимание. не потерять. они там могут дальше на валу быть. ну все. теперь нужно стопорное кольцо снять. и тогда снимется эта бухта. итак что дальше. здесь дальше стоит стопорное кольцо. ну я его снимал вот таким обыкновенным инструментом. не показывал. потому что у меня не тот. нужно инструмент на разжимание. у меня инструмент на сжимание. поэтому я немножко мучился. ну вот снимаем. и как я и вам говорил у меня задача не поменять а подшипник пока стоит во всяком случае. а смазать. поэтому каким образом можно смазать. берем значит здесь обойма резиновая. поддеваем изнутри эту обойму резиновую. вот так вот. и вытаскиваем. вытаскиваем. и теперь задача смотрите. я вытащил. сейчас наложу сюда смазки. и сюда на бортик. и буду вдавливать. и она туда продавится дальше. потом снова сниму. снова наложу. снова продавлю. и таким образом туда заполню эту смазку. затолкаю в середину. ну а раз затолкаю в середину смазку. она будет там работать. если это не поможет. тогда уже буду какое-то другое решение принимать. пока хочу обойтись малой кровью. не хочется мне его менять. заказывать это специфический подшипник. значит я смотрите положил смазку сюда. сейчас назад ставлю. и просто проворачиваю. придавлю. и вдавливаю туда резинку на место. вдавил на место. это значит я собственно запихнул туда смазку. подшипник широкий. уже не немножко лучше. не так шелестит. ну получается я еще один или два раза это сделаю. чтобы смазка 22 миллиметра по моему ширина подшипника уже немножко лучше. ну хочу сказать что когда я первый это я уже второй раз запихнул туда смазку. первый раз когда я запихнул я еще и раскислитель хороший смазка. у меня есть вертовская смазка. есть еще и какая-то там ходу или нано протек смазка туда пшикнул. думал что этого будет достаточно. раз разойдется старая. но как-то оно особенно не повлияло. ну собственно уже лучше. наверное я еще раз запихну смазку. в принципе смазки не должно быть много в подшипнике. это для подшипника вредно. он все равно при нагревании повытекает. поэтому сейчас подумаю. потому что оно я думаю что разойдется. ну и вот так меня уже в принципе больше устраивает. но я наверное еще раз запихну смазку. ну и с компрессором компрессором наверное таки оставлю. скорее всего менять подшипник не буду. итак вот чем все закончилось оставляю в таком состоянии. четыре раза я вложил смазку. теперь все хорошо вычищу. потому что туда пыль будет попадать и закоксовываться. хорошо вычищу. и ставлю в обратной последовательности колечко диск. закручиваю. и так и оставляю. подшипник менять не буду. он во-первых специфический. во-вторых завальцованный. это не проблема. потом можно снова развальцовывать. но пока не планирую менять. подписывайтесь на канал. увидите как сложные вещи можно решать простыми способами. всего доброго. увидимся на канале. подписывайтесь на канал.